Итак, в этом видео я бы хотел подробно разобрать фундаментал некоторых американских недооцененных компаний непосредственно по их рынку, по их сектору экономики, то есть это телекомы, это биотехнологи, ну и одного энергетика, о котором мне написали в комментарии, с просьбой разобрать и его. Начнем с компании телекома AT&T. Для американского рынка она вообще является дешевой компанией, потому что я последние две недели выискивал непосредственно акции, какие могли быть интересны для инвестирования, спекулирования на иностранном, ну в данном случае на американском рынке. И вот если посмотреть на такие мультипликаторы, как P&E по AT&T, он составляет 17,5 пунктов. Это очень дешево. P&E составляет 1,8 пункта, а P&E составляет 1,6 пункта. Это говорит о том, что акция по их меркам, она недооценена. По меркам рынка Соединенных Штатов. Плюс стоит понимать, у них телекомы наиболее развиты, чем наши российские, и поэтому у них спрос на такую вот, скажем, цифровую продукцию более велик, чем у нас. У нас пока еще отходяк от постсоветского, скажем так, времени. Вот мы пока находимся в таком промежуточном этапе. Вот, их прибыль, она будет расти непосредственно из года в год, что это видно по выручке и по чистой прибыли. В этой компании не было за последние 6 лет ни одной просадки по чистой прибыли, что является, ну, по сути, плюсом. Если посмотреть с точки зрения долговой нагрузки и балансовой стоимости, то долговая нагрузка находится в пределах нормы, так как балансовая стоимость над нею, скажем так, возвышается. Это значит то, что компания, получая доход, ну, пусть будет ежегодный доход, компания не распределяет большую часть своих средств непосредственно на выплату долга. Она их постепенно, ту сумму, которую заработала за, к примеру, текущий год, она ее распределяет как на кредиты, так и на прочие издержки. Далее, что в этой компании примечательно, это ее дивдоходность. Для американского рынка доходность в 5, а то и в 7 процентов, это просто неимоверная цифра. К примеру, в ближайшем будущем дивдоходность данной компании, AT&T, планируется быть в пределах 5-5,5 процентов. Это в целом очень даже хорошо. Дальше я считаю, стоит перейти непосредственно на финансовую отчетность данной компании. И непосредственно я бы хотел акцентировать ваше внимание на годовых отчетах, начиная с 15-го, заканчивая 18-м годом. Отчетность здесь, по сути, нестандартная, а именно в соотношении чистой прибыли. Вот видите, как она, по сути, менялась из года в год. В 15-м году вставляла 13,345, в 16-м году 12,976, в 17-м году 29,450 и в 18-м 19,370. Но непосредственно ее общий доход из года в год возрастающий. Ну, кроме 17-го года, опять же. Но здесь спасла компанию чистая прибыль, на фоне чего были выплачены хорошие дивиденды, и рыночная цена компании пошла выше от тех отметок, где она была в 17-м году. Выше имеется в виду локально, а не в стратегическом плане, потому что капитализация компании на протяжении, по-моему, года-двух снижалась, но теперь она постепенно вышла из этого, скажем так, мини-кризиса своего, и капитализация ее постепенно, опять же, наращивается. Проблема текущего года заключается в том, что чистая прибыль данной компании, она, видите, как она снижается. За первый квартал была одна 40,96, за второй квартал уже 37,13, за третий квартал уже 37,00. Это говорит о том, что в предприятии есть какие-то издержки, то есть какие-то капитальные затраты. Но стоит обратить внимание на то, что операционные доходы данной компании, они в этом году постепенно наращиваются, по сравнению даже с 2018 годом. Ну, а общий доход у нее находится в пределах, скажем так, нормы, в пределах боковика своего, то есть ни больше, ни меньше. Но в 2018 году все-таки общий доход составлял больше, чем он есть сейчас. Но стоит понимать в этой компании то, что дивиденды ее из квартала в квартал, точнее даже из года в год, они наращиваются. Это огромное привилегие всех американских компаний, то, что они из года в год свои дивиденды повышают. В нашем, скажем так, российском сегменте некоторые компании платят, например, за 2018 год заплатили 20%, в 2019 году заплатят, за 2019 год заплатят процентов 10%. У нас такая нестабильная обстановка в плане дивидендной доходности. У них наиболее стабильно. Если смотреть на акцию с точки зрения технического анализа, а именно со среднесрочной такой перспективы в понедельном графику, то я сейчас наблюдаю одно, что данная компания, она перекуплена в своем соотношении к данному моменту времени. Поэтому она хоть и является перспективной, и я ее реально рассматриваю для того, чтобы в нее вложиться и поспекулировать. Но покупать сейчас для этого немного нецелесообразно, так как ей пыл все-таки нужно немного охладить. Но, кстати говоря, стоит понимать еще и то, что компания в один определенный промежуток времени стоила и 60 долларов за акцию, то есть сейчас вы видите 58-22, и лишь это вопрос времени, когда эта компания к этой отметке придет. Вот. Поэтому подытожим тот аспект, что данная компания, она все-таки рентабельна для инвестирования, больше, наверное, долгосрочного, но сейчас она сильно перекуплена. Но на фоне того, что ее прибыль будет все-таки со следующего года, по прогнозу данного сайта, будет расти, по прогнозам этих аналитиков, то стоит понимать то, что чем выше ее прибыльность, эта компания, тем выше расходы на дивиденды. То, следовательно, тем выше ее рыночная капитализация. То есть для инвесторов она становится наиболее привлекательной, так как, повторяюсь, чем выше дивиденды, тем выше ее привлекательность и выше рыночная стоимость. Поэтому в данную компанию, я считаю, стоит входить только тогда, когда будет определенная по ней техническая коррекция, когда акцию охладят для того, чтобы можно было в нее со 100% уверенностью зайти, а не как сейчас, потому что сейчас у меня такой дикой уверенности по входу в эту акцию, довольно сильно нет. Далее компания ABV, ее отрасль биотехнология. Я на последнем стриме в предыдущую субботу говорил, что данная компания является компанией будущего, и ее нынешняя капитализация в 8,7 долларов за акцию, это вопрос времени, когда она будет стоить из 100, а то может 50, может 200 и 300 долларов. Почему? Потому что, на мой взгляд, биотехнология это ближайшее будущее, потому что сейчас непосредственно идет развитие всего этого сектора, потому что, логически подумайте, что если человек, например, на войне оторвал руку, ему нужна новая рука, чтобы ею пользоваться и взаимодействовать с окружающим миром. И данная компания подобную продукцию плюс-минус создает. Ну, помимо всего прочего, она еще и медициной занимается, но, конечно, больше у нее акцент ставится на биотехнологические аспекты. И, конечно же, моя душа больше лежит вот непосредственно к этой акции. Она очень интересная. Пи на Е здесь составляет 40 пунктов, высоковато, но по факту является стандартом для американского рынка. Пэк 6 на 3 пункта, Пи на Би минус 15 и 8. Это означает то, что акция по меркам американского рынка, она еще относительно дешевая. Хоть и стоит в данном моменте своих справедливых отметок, но все-таки имеет потенциал и к дальнейшему своему росту. И для американского рынка, повторяюсь, это норма. Те мультипликаторы, какие вы сейчас видите на своих экранах. С точки зрения прибыли, прибыль будет расти непосредственно из года в год, по крайней мере, ближайшие пару лет. Это точно. Ну, так же, а мы с выручкой по прогнозу данного сайта. Также я читал еще и непосредственно финансовый отчет от компании. Там тоже выручка и чистая прибыль, они подросли по соотношению с предыдущим годом. Но провалов здесь не было на протяжении 6 лет с точки зрения чистой прибыли. То есть она в минусы так и не уходила, и это является, по сути, хорошим плюсом для данной компании. Но проблема ее в том, что у нее бешеные долги. На самом деле это проблема, но она решаемая. И балансовая стоимость, она уходит в отрицательное свое значение. Но это никак не мешает ей выплачивать дивиденд доходность. То есть плюс-минус 6, 5,5-6,5 процентов. А в будущем она и то планирует свою дивиденд доходность постепенно увеличивать. Вплоть до 6,5 процентов вновь. Что является позитивом для рыночной стоимости данной компании. С точки зрения общего дохода с 2015 года он наращиваемый. То есть он растет, растет, еще раз растет. Это, в принципе, является хорошим позитивом. С точки зрения чистой прибыли, последние 4 года, с 2015 по 2018 год, она была в пределах одной тысячной пункта. То есть 5,144, 5,953, 5,309 и 5,678. То есть чистая прибыль на отметку 6 тысяч пока не доходит. На отметку 4 тысяч ей сейчас никто не даст. Потому что спрос непосредственно на продукцию данной компании, он хоть и зарождается, вот зародился в этом десятилетии, но спрос у него будет непосредственно в будущем. Вот в следующем десятилетии. С точки зрения поквартальных отчетов, по сравнению с 2018 годом, в 2019 году они растущие. То есть в 2018 году даже были пробелы, как, например, здесь вот в четвертом квартале было 2018 года. Чистая прибыль была отрицательная. И операционные доходы ее тоже. Сейчас такой ситуации в этой компании нет. С точки зрения технического анализа, она в данный момент является перекупленной. Я всегда обращаю внимание непосредственно перед входом в акцию на ее технический аспект. Чтобы быть уверенным в том, что я получу 100% той прибыли, за которую я гонюсь. И то же сам на дневном графике, на краткосрочном. Поэтому перед тем, как входить в эту акцию, даже спекулятивно, хоть она находится сейчас в своем растущем канале, восходящем, необходимо удержаться коррекцией непосредственно хотя бы на уровень 83.22. И потом уже смотреть непосредственно по ситуации, куда акция двинет дальше на фоне уже своего фундаментального аспекта. Какая отчетность выйдет непосредственно за уже четвертый квартал. Поэтому итог понятоков, что компания, она интересная. Компания, она будет пользоваться непосредственно своим спросом, я думаю, в следующем десятилетии, когда биотехнологии будут постепенно брать рынок в оборот. Так как сейчас проблема людского характера, она наиболее актуальна. Именно инвалидов, без рук, без ног, без пальцев. И мало-помалу будут появляться и такие же компании по аналогу с ABBVE, которые будут поставлять свои продукции непосредственно на внешние рынки, ну и на региональные и внешние рынки, для того, чтобы удовлетворять спрос людей, непосредственно инвалидов, у тех, кого нет рук, ног и прочего. Поэтому данная компания, в принципе, и даже хороша сейчас для входа, но только на долгосрок. Но поскольку сейчас я отмечу тот факт, что работают на полную мощность печатные станки, которые поддерживают фондовые рынки, непосредственно в свою очередь, то я бы сейчас ходить на долгосрок, лично я не стал бы спекулятивно, фошел бы на краткосрок. Но и то только после того, как акцию охладят. Но на долгосрок сейчас ходить в любую акцию, неважно, российскую или американскую, еще рано, еще не подошел тот момент времени. Но это уже решает каждый сам. Дальше американская компания Energy Transfer. Мультипликаторы P&I 8,9 пунктов, что уже просто достопочтенно для американского рынка. P&I, точнее PEC 1.4 и P&B 1.4. Говорит о том, что компания в текущий момент времени стоит справедливо, но имеет хороший потенциал к дальнейшему росту. Выручка данной компании прогнозируется с повышением на ближайшие несколько лет. По крайней мере, в бухгалтерском отчете я это заметил. О нем поговорим позже. И также чистая прибыль будет тоже плюс-минус расти, как минимум, до 2022 года. Также за предыдущие года, последние 6 лет, чистая прибыль ни разу не ушла в отрицательное значение. Это огромный плюс для такой компании в таком секторе. Далее, как и у любой огромной организации, у нее имеется сейчас повышенная долговая нагрузка, которая находится под балансовой стоимостью. Имеется в виду то, что компания, когда будет зарабатывать те деньги в годовом соотношении, она будет в первую очередь покрывать свою долговую нагрузку. Подчеркиваю, в первую очередь. И только потом все остальные издержки, и только потом направить деньги на дивиденды. Это необходимо понимать каждому. С точки зрения дивидендной доходности, это, конечно, я такие компании не разу на американском рынке, где доходность была бы 10%, 8,5%, и плюс она будет повышаться и в дальнейшем, так как имеется спрос в той отрасли, которой она занимается. А именно она владеет и управляет группой трубопроводов и терминалов для нефтепродуктов и сырой нефти. С точки зрения бухгалтерского отчета, начиная с 2015 года, заканчивая 2018, ее прибыль неуклонно росла, да, с небольшими просадками в 2016 году, но до 2018 года она неуклонно росла. То же самое можем сказать и про чистую прибыль. Чистая прибыль в 2018 году была, по сути, рекордной за последние 4 года. Если говорить поквартально, то даже поквартально чистая прибыль, эта компания растет вместе, ну, точнее, чистая прибыль растет из квартала в квартал. По сравнению с 2018 годом это уже является, по сути, хорошим, таким неимоверным плюсом для того, чтобы компания и в будущем выплачивала те проценты, подведенные, какие есть, на фоне чего будет расти ее рыночная стоимость, так как инвесторы американские в первую очередь, они будут обращать на компании непосредственно внимание. Почему? Потому что мало компаний платит 8, а то и 12% дивидендов. У них там стандартно по их сектору, по данному сектору, чем занимается Energy Transfer, 4% платит стандартно среднее процент дивидендов. Здесь все 8, 10, 11, а то и 12%. Это неимоверный плюс. С точки зрения технического анализа, мне кажется, в нее самое время входить. Почему? Потому что она хоть и находится в своем нисходячем канале сейчас, но тот фундамент, который сейчас есть под ее ногами, это довольно весомая тема. Особенно повышенные дивиденды, это просто неимоверный плюс для нее. Даже с точки зрения технического анализа по месяцу, то ее втоптали в пол конкретно. И даже если ее захотят дотащить до низов, то с самой низа будет у нее 6, ну с половиной долларов за акцию. Это самая крепкая поддержка с 16-го года, когда был непосредственно в ней обвал. Но также стоит понимать и то, что сейчас Energy Transfer стоит на своей исторической поддержке. Поддержка раньше-то была сопротивлением в 11-м году и в 2007-м. После, ну да, она также была еще сопротивлением в 12-м году и потом стала поддержка уже в 12-м году, вот на этом диапазоне, и дальше пошла цена вверх. Поэтому, я думаю, все-таки ниже куда-то не спущат, так как все равно в ней отчеты выходят наиболее адекватные, наиболее, так сказать, рентабельные. Поэтому акцию слишком сильно втоптали в пол, и даже я сейчас думаю, что и сам. Я ее тоже досконально изучу, найду где-нибудь точку входа, и можно малу-помалу в нее подсаживаться. Поэтому, если у вас есть какие-то же новости про эту компанию Energy Transfer, напишите в комментариях. Было бы тоже интересно посмотреть, потому что, может быть, я что-то здесь недорассказал про эту компанию. Если что-то я недорассказал, то напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы мы все знали наперед, что известно, а что неизвестно. На этом все. Подписывайтесь на канал Саймонов Биржевик, канал о рынке акций. У нас здесь основы биржевой торговли, аналитика, обзор акций и облигаций, технические и фундаментальные, а также торговые идеи. Помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотные стратегии, наши главные союзники. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.